МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В США прошли первое слушание по делу о взрывах во время международного марафона в Бостоне. Обвиненный в их организации Джохар Царнаев вину не признал. Как отмечают эксперты, выбранная им стратегия, направленная на отказ от сотрудничества со следствием, весьма вероятно приведет к вынесению ему обвинительного приговора и смертной казни. Напомню, жертвами двух взрывов в Бостоне в апреле этого года стали три человека, более 260 были ранены. Один из самых авторитетных политиков Евросоюза, экс-глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, ушел с поста премьера Люксембурга. В отставку подали остальные члены кабинета. Причиной шага стал скандал со спецслужбами герцогства, неоднократный группа, превышавшими свои полномочия. При этом политическая карьера Юнкера, отмечают аналитики, отнюдь не окончена. Эксперты, выполняющие поисково-спасательные работы на месте взрыва и катастрофического пожара поезда с нефтью в канадском городке Лак-Маджентик, признали погибшими в результате трагедии уже полсотни человек. В то же время специалисты отмечают, что их действия в пострадавшем районе не завершены. Отмечу ответственность за катастрофу, причины которой до конца не выяснены. Сегодня взяла американская компания, которой принадлежал поезд. В Египте, пережившем на прошлой неделе военный переворот, критически низкие запасы зерна, которых по самым оптимистичным расчетам хватит не более чем на два месяца. Такое заявление было озвучено в государстве сегодня. Таким образом, в стране, фактически расколотой на непримиримые лагеря, открытым противостоянием, помимо конфронтации насилия, угрожает и голод. Добрый вечер. В эфире новости 24 часа с обзором основных событий уходящего дня. В студии Екатерина Забенько. Уголовное дело возбуждено по факту крупной аварии в Волынской области Украины. 8 человек погибли, еще 30 в больнице. ДТП произошло сегодня рано утром на дороге Доманово-Ковель. Автобус, в котором ехали белорусские дети, столкнулся с украинским рейсовым автобусом. Среди погибших 13-летний белорусский мальчик, более 20 наших соотечественников госпитализировано. На месте работают специально прибывшие из Киева сотрудники посольства Беларуси в Украине. И, как стало известно, всех пострадавших в ДТП в Волынской области белорусов планируется доставить на родину завтра. На месте аварии побывала Юлия Бешанова. Авария, в которой погибли 8 человек, произошла вот на этом отрезке международной трассы М1. Водитель, вероятнее всего, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения оба водителя автобуса погибли. Людмила Антоновна на отдых в Болгарию сопровождала двоих внуков. Говорит, предчувствия беды перед этой поездкой не было. 96-й километр трассы Доманово-Ковель-Черновцы для путешественников стал роковым. Примерно в 7 часов 20 минут водитель туристического автобуса, гражданин Болгарии, не справился с управлением. После прохождения границы в салоне автобуса все спали. Начали кричать, там дверь открыли ручную. Хотели сразу через окно. Я говорю, давайте детей вводим через окно. Я обрабатывала детей, перекисью достала водорода, сумки. И потом сама себя обработала. Проснулся от удара, крик и такое замешательство, шок непонятный. Вышел только потом, было видно, что столкновение было лобовое. Мы аж на встречке были. На место происшествия прибыли все оперативные службы. Пострадавшие были доставлены в больницу города Ковеля. Организован весь медицинский персонал нашего МТО. Мобилизованы реанимационная и хирургическая службы. Авиации прислали областных специалистов. Помощь шла со стороны губернатора. Пациенты обеспечены медикаментами и обследованием в полном объеме. При лобовом столкновении самой тяжелой травмы получили пассажиры, которые сидели на первых местах. Среди них был погибший мальчик, который только вчера отметил свой 13-й день рождения. Проковым стечением обстоятельств. В автобусе был наш коллега. Он сопровождал детей на отдых. Я понимал, что это этот ребенок. Тот ребенок, от которого я вот с таких вот малых соплей нянчил. Пассажиры белорусского автобуса не удумевают и уверяют. Водители за рулем были с большим опытом. Многие туристы путешествовали с ними уже не первый раз. В причинах аварии специалистам еще предстоит разобраться. На данный момент у нас проводится осмотр места событий. Причины, которые привели к аварии, устанавливаются. Проводятся необходимые исследования. В больнице остается 25 наших граждан. Дипломатические службы Беларуси оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и принимают активное участие в работе на месте трагедии. После сообщения ДТП в Украину выехали белорусские медики. Шесть в тяжелом состоянии, которые требуют транспортировки в лежачем положении. И 19 легко пострадавших с ушибами, с небольшими ранами. Сработали наши украинские коллеги очень оперативно. Спасибо отдельно им за это. Одну семилетнюю пострадавшую, которая находится в тяжелом состоянии, уже сегодня транспортируют в Брест. Остальных потерпевших эвакуируют на родину уже завтра. Юлия Бешанова, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Украина. Добавлю, что белорусским МЧС организована горячая телефонная линия для информирования и оказания психологической помощи родным и близким пострадавших в аварии. Фестивальный старт дан. Около двух часов назад в Витебске состоялось главное культурное событие года. Торжественное открытие 22-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». По традиции открыл его президент Александр Лукашенко. Выступая перед зрителями, собравшимися в зале Витебского летнего амфитеатра, глава Белорусского государства отметил, что фестиваль «Славянский базар» выступает хранителем духовного единства многомиллионной семьи славянских народов. Недаром девизом фестиваля является «Через искусство, к миру и взаимопониманию», отметил Александр Лукашенко. С фестивальной дни Витебск посетят тысячи гостей из десятков стран мира. Освещать музыкальный форум приехали сотни журналистов. В эти минуты витебские работают и съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией выходит наш специальный корреспондент Яна Шибко. Добрый вечер, Яна. Ждем подробностей с открытия «Славянского базара». Добрый вечер, Екатерина. В эти минуты на сцене летнего амфитеатра гремит голоконцерт, который дал старт долгожданному фестивальному марафону. По традиции в церемонии открытия принял участие президент Александр Лукашенко. «Славянский базар» с 1995 года под личным патронажем главы государства. Благодаря этому удалось сохранить неизменную витебскую прописку форума искусств. Ведь в свое время возникало множество споров и предложений, чтобы сделать фестиваль кочующим по разным странам. «Славянский базар» развивается из года в год и сейчас имеет славу одного из масштабнейших музыкальных форумов. Александр Лукашенко отметил, что фестиваль сейчас выступает хранителем духовного единства многомиллионной семьи славянских народов. Предлагаю послушать фрагмент выступления президента. Всем нам, братьям-славянам, нужно возрождать и распространять по миру наши основные нравственные ценности. Добро, милосердие, терпимость к людям разных национальностей и веры, уважение человеческого достоинства, незыблемые моральные принципы и традиции. Наш фестиваль вносит свою достойную лепту в реализацию гуманитарной миссии современного славянства. Недаром его девизом являются слова «через искусство к миру и взаимопониманию». В годы своего зарождения он стал частью той силы, которая в переломный исторический период не дала разрушить вековое братство Белоруссии, России и Украины. Сегодня Славянский базар выступает одним из духовных катализаторов интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве и шире евразийском пространстве. В созвездии международных творческих форумов он занимает особое место и с полным правом носит титул фестиваля фестивалей, представляя широкую панораму достижений мировой культуры. Здесь на сцене знаменитого летнего амфитеатра, который в нынешнем году отмечает свой четвертьвековой юбилей, встречаются лауреаты Евровидения, Новые волны, Сан-Рема и других фестивалей, подтверждая древнюю как мир истину о том, что язык песни – это язык дружбы. Он понятен без перевода. А для братства людей, влюбленных в искусство, не существует ни границ, ни политических преград. Дерево держится корнями, а человек – друзьями. Следуя этой народной мудрости, Славянский базар из года в год прирастает десятками и сотнями новых друзей. В нынешнем году география фестиваля обрала планетарный размах, охватив земной шар от Австралии до Кубы и Венесуэлы. Одним из центральных событий фестиваля станет концерт дружбы, объединяющий творческие силы разных стран и народов. А музыкальные конкурсы не только продемонстрируют захватывающее состязание лучших молодых голосов планеты, но и внесут свой вклад в воспитание нового поколения жителей Земли в духе взаимного уважения и доверия. Да и весь Славянский базар своим масштабом, творческим многообразием, ярким переплетением языков и традиций поможет нам внести достойный вклад в преумножение духовных богатств наших стран, в сохранение самобытных национальных культур. По традиции на церемонии открытия вручается специальная награда президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию. В этом году ее удостоена Эдита Пьеха. Накануне днем на аллее звезд у летнего амфитеатра открылась именная звезда легендарной исполнительницы. После чего Эдита Пьеха заставила всех понервничать. По дороге на пресс-конференцию упала и подвернула ногу, из-за чего общение с журналистами не состоялось. К счастью, травма оказалась несерьезной и певица смогла участвовать в галоконцерте. Почетную награду она получила из рук президента Александра Лукашенко. Я так волновалась, что не доходя театра подвернула ногу. Это все волнение. Да, не каждый день президент вручает награду. Спасибо огромное Александру Григорьевичу, президенту Беларуси за такое замечательное внимание. Июль ассоциируется со Славянским базаром для многих артистов. Звезды первой величины подстраивают свои гастрольные графики под Витебский фестиваль. Потому концерт-открытие даже не удивляет в хорошем смысле обилием знаменитостей. Кристина Арбакайте, Надежда Бабкина, Анжелика Агурбаш, Полина Гагарина, Александр Серов. Концерт получился поистине интернациональным. Зарубежный десант представляют Альбана, певица Ингрид и победительница Евровидения Эмили де Форест. Сегодня открытие. Сколько? 22 года? Так что это очень важный фестиваль. Как, например, фестиваль Сан-Ремо. Нам здесь все очень нравится. Море впечатлений, арена просто потрясающая. Чувствуется высокий уровень подготовки фестиваля. Я только что из аэропорта, мы летели два часа. Я думаю, фестиваль замечательный. С нетерпением жду момента, когда смогу представить свою песню белорусской публике. Летнему афитеатру в этом году исполняется четверть века. Это уже 22-й славянский базар под его сводами. И с каждым годом фестиваль проходит все грандиознее. Артисты из 31 страны мира, более 5000 участников. Посмотреть есть на что концерты, выставки, кинопоказы, театральные премьеры и горд мастеров. На время фестиваля витебчане забывают о своих делах. А иностранцы специально приезжают в Витебск, чтобы попасть на концерт. Вот что рассказали нам зрители до начала церемонии открытия. Мы первый раз пришли, хотим посмотреть, как это. Очень много слышали, теперь хотим увидеть живое. Получилось, что мне подарили билет, вот сегодня я попала на открытие. В этот раз совершенно новые концерты, итальянские представители, вот хотелось бы попасть. Мы приехали со Смоленской области. Ну, очень разрекламировал фестиваль по всей стране. Решили посетить. А почему бы не приехать? Очень красочно, интересно. Не великий меломан музыки, но вообще интересная тусовка. Новый момент церемонии открытия, можно сказать, сюрприз от организаторов. Презентация участников конкурса молодых исполнителей и участников детского музыкального конкурса. Номер очень зрелищный и театрализованный. Ну, а после завершения торжественной церемонии открытия остается только заверить. Витебск готов фестивалить в ближайшие дни так, чтобы ярких впечатлений у участников и гостей Славянского базара осталось до следующего года. Екатерина. Спасибо, Яна. Это был наш корреспондент Яна Шибко, которая работает в фестивальном Витебске. И к другим темам. Парламентарии из Армении с визитом в Белоруссию. Стороны обсуждают в Минске новые формы торгово-экономического сотрудничества и участия в этом процессе депутатов. Как было отмечено, экономики двух стран взаимодополняемы, но потенциал использован не до конца. Необходимо больше внимания уделять продвижению белорусских товаров, инвестпроектов, развитию кооперационных связей и созданию совместных производств. На сегодняшний день тот товарооборот между Республикой Беларусь и Республикой Армения, несмотря на то, что он ежегодно увеличивается, тем не менее потенциал далеко не исчерпан и резервы у нас большие. У нас очень высокий уровень взаимодоверия, у нас очень высокий уровень политических и культурных отношений, но торгово-экономические отношения уступают этому уровню. И как стратегические партнеры, как союзники, мы должны очень многое сделать для того, чтобы торгово-экономические отношения поднялись на более качественный уровень. Представители спецслужб шести стран собрались сегодня в Минске, чтобы обсудить проблемы информационной безопасности. Впервые юристы, дипломаты, эксперты служб госбезопасности стран СНГ в расширенном формате обсуждают вопросы борьбы с компьютерными мошенниками и не только. Сфера кибербезопасности, хотя и актуальна для большинства государств, до сих пор никак законодательно не урегулирована. Эксперты предполагают, что по итогам конференции в Беларуси вполне могут быть подготовлены первые международные соглашения, которые бы регламентировали работу в этой области. Мы не только защищаем информацию, которая имеется у нас, но и мы еще и обязаны научиться защищаться от недобросовестной информации, которая сегодня взрывает различные регионы мира, приводит к локальным вооруженным конфликтам, изменяет конфигурацию различных стран и наносит очень большой ущерб человеческой цивилизации. Вот такие встречи, как сегодня в Минске, они очень полезны в плане унификации законодательства, в плане выработки новых подходов к защите информации, к обеспечению прав на информацию. Фактически это межотраслевой такой разговор. Давно уже пора договориться о каких-то взаимных гарантиях, попытки мы это делаем на региональном уровне, в рамках СНГ, но они нужны глобальные, потому что сама специфика информационно-коммуникационных технологий такова, что не должно быть лазеек, не должно быть тех мест в мире, через которые наши умные хакеры могут наносить удары и чувствовать себя в безопасности. Двухдневная так называемая итальянская забастовка литовских пограничников завершилась. Но несмотря на это ситуация, на белорусско-литовской границе остается непростой. Из-за акций протеста в пунктах пропуска сохраняются очереди грузовиков на выезд из Беларуси. Так, в Котловке сейчас 260 больших грузов, в Каменном логе 340, почти столько же в Бенеаконях. В пункте пропуска привалка 150 грузовиков. Напомню, подобную забастовку литовские пограничники проводят не впервые. Сотрудники погранведомства таким образом требуют повысить зарплату, увеличить компенсацию за жилье, ввести 40-часовую рабочую неделю. 300 дней до чемпионата мира по хоккею 2014 в Минске. Многие страны уже присылают тысячные заявки на билеты. Встречать гостей соревнований на аренах будет талисман чемпионата «Зубр Волот». Сегодня авторам имени талисмана вручили дипломы победителей и билеты на матч открытия соревнований. А вот сколько за них придется заплатить болельщикам и сколько гостей примет Минск, узнавала Наталья Шнитко. «Зубра Волота» признали европейские болельщики. Организаторы соревнований проверили, как относятся к талисману чемпионата мира по хоккею 2014, за пределами нашей страны. Оказалось, болельщики позитивно воспринимают и образ, и имя зубра-хоккеиста. «В довольно интернациональной команде мы смотрели матч Норвегия-Беларусь. Что меня порадовало, это то, что они с первого раза, без акцента, с нужным ударением, правильно прочитали наше имя». Мария, несмотря на свою хрупкость, заядлый болельщик. Она предложила назвать талисман чемпионата «Волотом», как, впрочем, и еще один участник конкурса, житель Сино Витебской области Леонид Кравченко. За него диплом и сертификат на билеты на матч открытия чемпионата получила дочь Татьяна. «Ему привиделось имя во сне, а на утром он сразу же написал. У нас семья четырех человек, поэтому у нас будет, наверное, очень жуткая война по поводу этих двух билетов. Кому они достанутся? Или детям, или мы с мужем пойдем». Придумать имя талисману пытались больше 10 тысяч человек. Всего было предложено почти 300 вариантов. Кстати, Зубр будет встречать и поддерживать болельщиков чемпионата. Канадские мастера изготовят ростовые куклы, управлять которыми будут артисты из Канады. Один талисман чемпионата в полный рост обойдется организатором в 4000 канадских долларов. Всего же таких кукол будет пять. По две на каждую арену и одна запасная. Строительные работы на одном из главных спортивных объектов чемпионата мира по хоккею 2014 идут полным ходом. Изначально Чижовка-арена должна была быть готова к июлю, но потом сроки сдачи перенесли на 1 декабря. Именно в декабре здесь уже начнут проводить соревнования. Планируется, что первыми на лед Чижовка-арены выйдут хоккеисты юности. «Я думаю, первые матчи будут собирать зрители, поскольку арена вновь открыта, она всегда интересна. И как с точки зрения посещения матча, и так с точки зрения ознакомления с этой ареной». Билеты на соревнования поступят в продажу в начале сентября. Стоимость самых дешевых – 6 евро. Из разных стран уже приходят многотысячные заявки. «Отрабатываются схемы продажи билетов в электронном виде, в оригинале, сертификатами и так далее. Может быть, это не менее более 20 или 10 билетов в одни руки, чтобы не было спекуляций». Наталья Шнитконда и новгородцев Сергей Курков. Телекомпания.